Человеком худеющим меня, конечно, можно назвать с большой натяжкой, потому что я это все не люблю. Долгие, муторные вот эти диеты, которые все идут годами, по 2 килограмма в месяц, мне тяжело это. А вот быстрые, эффектные вот эти диеты, как раз и все, как отрезал ножиком, это по мне. Минус 10 килограммов за 3 дня. Мечта, пожалуй, любого человека худеющего. Однако, прежде чем пускаться во все тяжкие, проконсультироваться бы лучше со специалистом. Но в душе ведь каждый знает, что скажет этот эскулап в белом халате. Поэтому за советом все чаще обращаются к лучшему другу в интернету. Он, как ни крути, всегда на стороне худеющего. Хочешь голодать? Да пожалуйста. Хочешь питаться булками и стройнеть? Дерзай. В общем, советов много, вопросов всего два. Где миф, а где реальность? Искать ответы на них будем с нашим новым героем Александром. Александр, студент колледжа искусств. Будущий режиссер. В перспективе в своих постановках видит людей ярких, амбициозных, готовых на все ради выдающейся роли. И если для этого надо проститься с десятком лишних килограммов, то настоящему актеру ничего не должно помешать на пути к цели. Диета – штука хорошая, ей надо следовать практически каждому человеку. Но если мы с вами будем ее без разбору использовать, не изучая человека, какой он, что ему надо, что требуется его организму, то мы успеха не достигнем. Прежде всего, нужен отбор. Отбор пациентов на определенный вид диеты. Какой отбор? Скинуть лишние килограммы нужно быстро. О качестве, как правило, речи не идет. Поэтому в погоне за красотой многие обращаются к экспресс-диетам. Похудевшие звезды рекламируют 9-дневную диету на рисе, курице и овощах, на гречке, на огурцах. А здоровье пекутся редко. Ну, что может случиться за каких-то пару недель? В течение двух-трех недель вы себя вводите в жуткий дефицит поступления белка, прежде всего, углеводов. Мы пьем воду, у нас плохое настроение, у нас портится кожа, выпадают волосы. К седьмому дню мы добиваемся потери 3-4 килограмм, считаем, что мы победили. А с понедельника мы возвращаемся к своим же до этого сформированным пищевым привычкам и возвращаем, к сожалению, свой вес. Специалисты советуют, если вы все-таки решились на экспресс-похудение, постарайтесь отказаться от вредных привычек. Запритесь на это время в доме и никого не впускайте. Всевозможные волнения, переживания, ссоры с домашними и коллегами в этот период противопоказаны. На подобные издевательства в первую очередь отреагирует желудок. Это случается из-за того, что у нас несколько факторов риска для одного бедного пищеварительного тракта. Получается, что и курить продолжают, и нервничать продолжают, и диету неправильно соблюдают. Как результат – большая проблема. То есть далеко не все же идут потом делать ФГДС и посмотреть, развились у меня там эрозии, ну, не дай бог, язва. А, скорее всего, так и есть по исходу таких диет. Самой популярной среди современных экспресс-диет стала лесенка. Не диета, а квест. Тому, кто преодолеет все пять ступеней, разработчики гарантируют стройное красивое тело. И так на первой организм советуют очистить. Далее с помощью кефира и творога восстановить микрофлору кишечника. А после, используя в пищу изюм, мед и компот, восполнить утраченную энергию. Тех, кто доберется до четвертой ступени, ожидают отварные индейка и курица. Они помогут восполнить запасы белка. Ну, а завершиться этот процесс должен триумфальным сжиганием жира. Здесь верными помощниками худеющего станут фрукты, овощи и овсяные хлопья. Все бы ничего, но загвоздка подстерегает охотника за стройностью уже на первом этапе. Когда мы начинаем про эту лесенку читать, то написано, первый день очищить вас от токсинов и шлаков. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, у вас где эти шлаки-то собрались? То есть, да, очищение. Шесть таблеток на 100 килограмм веса вряд ли очистят вас от токсинов. А теперь о том же, только наглядно. Возьмем две емкости. Обе наполним ярко-оранжевой газировкой. В каждую добавим активированный уголь. В первую – 10 таблеток, во вторую – только две. Через четверо суток смотрим. В первом случае жидкость полностью обесцветилась, во втором – цвет всего лишь утратил яркость. Так что, прежде чем использовать активированный уголь, стоит рассчитать свою норму. А у человека она в первую очередь зависит от массы тела. А ведь некоторые всерьез верят в то, что с помощью активированного угля можно быстро похудеть. Верят, глотают его пачками и не задумываются о том, что длительный прием сорбента нарушает деятельность желудка и затрудняет пищеварение. Обменные процессы нарушаются, и в итоге вес только прибавляется. Дальше – хуже. Сорбент начинает поглощать не только вредные, но и полезные вещества. Дефицит витаминов неизбежно приводит к болезни. Одно из самых безобидных экспресс-диет можно считать разве что диету господина Флетчера. Он не вводил ограничения на те или иные продукты. Он всего лишь призывал твердое пить, жидкое жевать. Между прочим, такого правила с давних времен и до сих пор придерживаются индийские йоги. Им, чтобы насытиться, достаточно одного банана в день. Они будут жевать, жевать, в итоге на другую пищу им даже времени не хватит. То есть фактически пищеварение начинается в полости рта. Идет сигнал пищеварительным железам, что к ним приходит, что к ним идут, например, углеводы. Они вырабатывают уже четко направленный коктейль ферментов в составе пищеварительных соков на эту пищу. И это очень полноценно усваивается. Кроме того, сигнал от того момента, как мы поели, и до момента, когда мы ощутили насыщение, происходит в временной промежутке где-то 25-30 минут. Ну не обольщайтесь, пережевывать пищу дело вовсе не из легких. Во-первых, современному человеку сложно отыскать время для столь продолжительного мациона. Проверено, на традиционный обед, состоящий из картофельного пюре, котлеты и чая, уйдет 3,5 часа. А во-вторых, попробуйте, пережуйте этот самый чай. Есть такая статистика, что полные люди очень мало пережевывают пищу. И даже был во времена Флетчера поставлен такой эксперимент, когда на американской базе взяли смешанную группу полных офицеров и худых солдат. Было поставлено правило, они должны жевать от 30 до 40 раз каждый кусочек пищи. И через какое-то время офицеры похудели, а солдаты поправились до нормального веса. То есть я бы назвала эту диету выравнивающей вес. Теперь наглядно попытаемся объяснить, что происходит в организме, когда человек тщательно пережевывает пищу. Для этого нам понадобится блендер и несколько кусочков отварной курицы. В первом случае взбивать будем долго, тщательно, не менее 5 минут. Во втором отведем на этот процесс не более 5 секунд. Теперь воспользуемся воронкой. Результат очевиден. Плохо перемолотое мясо с трудом проходит через тонкое горлышко. Точно так же еда попадает и в пищевод. С перехваченными наспех крупными кусками пищи организм справляется с большим трудом. В то время как при тщательном жевании переваривание начинается уже в ротовой полости. А все потому, что в слюне содержатся пищеварительные ферменты. В том числе и расщепляющие углеводы амилаза. Еда легко проходит по пищеварительному тракту, без проблем перерабатывается и легко выводится из организма. Желая похудеть быстро, многие делают ставку именно на монодиету. Похудели же пелагея на гречневой диете, ваинга на огуречной. Чем я хуже? Так думают многие и ошиваются. Диетологи уверены, это рекламный ход, не более того. Возвращаясь к пелагеи и прочим, которые за 3 дня у нас похудели на 10 кг, это не так. То есть у них есть своя индивидуальная персонализированная диета, которую составил врач-диетолог. Я не исключаю, что в этой диете, в этих рационах есть разгрузочные дни. К гречке отношусь потрясающе, потому что это крупа, которая кладезь витаминов, микроэлементов. И один день на гречке с кефиром, который очень модно, допускаю, что она может быть. Поэтому к разгрузочным дням отношусь очень хорошо. К экспресс-диетам отрицательно. О том, какой продукт выбрать для этого случая, особо не задумывается. Многие садятся на блинную диету. Кто-то предпочитает худеть, питаясь одним только пломбиром. Александр, в общем-то, не раздумывая, выбирает свой любимый шоколад. Шоколад является очень ярким раздражителем для всего пищеварительного тракта. То есть, если человек ко мне приходит, уже имеющий проблемы, я в основном ему рекомендую на время отменить прием шоколада, потому что, употребляя его в пище, мы вызываем выработку ферментов как со стороны печени, так и со стороны поджелудочной железы. А это излишняя нагрузка. Стоит ли упоминать тот факт, что похудеть, прибегнув к шоколадной диете, попросту невозможно? Калорийность этого продукта зашкаливает. Правда, уже через день на него даже смотреть будет противно, и появится новый риск сорваться, после чего вернутся все потерянные прежде килограммы. А может, даже и больше. Так что, желая похудеть, обратитесь лучше к правильному питанию. Ну, а шоколад можно немного, раза два в неделю, и желательно потемней. Ну и, конечно же, шоколад нужно выбирать качественный. Возьмем две разных по стоимости плитки, подожжем их. Та, что подороже, только плавится. Это тает какао-масло. Дешевая горит и обугливается, что указывает на наличие в ней вредных трансжиров. Употреблять в пищу такой продукт не стоит. Попытаемся понять, что же происходит с организмом, когда его насильно в течение нескольких недель пичкают одними и теми же продуктами. Итак, кефир. Он не насытит организм достаточным количеством углеводов. Это приведет к чрезмерной утомляемости. Ну а избыток белка, в свою очередь, негативно скажется на почках. Диета яблочная грозит дистрофией мышц и истощением нервной системы. Рисовая повреждает желчный пузырь, а арбузная замедляет обновление клеток организма. Так что сто раз подумайте, прежде чем обратиться к монодиете. Я живу такой жизнью, что мне приходится то быстро потолстеть, то быстро похудеть. Но чаще всего похудеть, чем потолстеть. Мне приходится прибегать к экспресс-диетам. Да, я знаю, что это очень вредно. Ну а что поделать? Искусство требует жертв. На вопрос, как худеть, ответить сможет только сам человек, худеющий. Главное при выборе диеты проконсультироваться с врачом, а не с лучшим другом, интернетом. И еще помнить о том, что от лишних килограммов, накупленных десятилетиями, за несколько дней избавиться не удастся. Так что жуйте дольше, к выбору продуктов подходите тщательнее и не морите себя голодом, чтобы потом при расставании с лишним весом не было мучительно больно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова